На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В экстралиге хоккейного чемпионата Беларуси сыгран очередной тур. Своим домашним трибунам Гомель и Жлобинский Металлург подарили кардинально противоположные эмоции. Сталевары, к сожалению, проиграли. Обидчик Жлобинской команды Динамо Молодечно. Зубры завершили голевыми бросками четыре штурма хозяйских ворот. Отличились дважды Слышка, Знадей и Кучкин. Сталевары ответили одним точным броском в исполнении морщенка. Завтра Металлург может реабилитироваться. Команды вновь сыграют на арене Жлобинского ледового дворца. Рыси в поединке с молодежкой Ю-20 порадовали свою торсиду голевым изобилием. Забросив по три шайбы в первом и третьем периодах, гомельчане оформили крупную победу 6-1. За хозяев забрасывали Соломонов, Зайчик, Сусло, Семочкин, Хузеев и Чмыхов. В составе молодежки отличился Кузьмич. Завтра соперникам вновь предстоит помериться с силами. Место встречи остается неизменным. Ледовый дворец областного центра. В доме футбола сегодня состоялась жеребьевка чемпионата Белоруссии в высшей лиге. В первом туре, матч которого пройдут с 29 по 31 марта, гомель на своем поле сыграет с гродненским неманом. Мозырская славя отправится в гости к столичному «Динамо». Во втором туре «Зелено-белые» будут гостить у Слуцка, а полишуки примут жодинская торпеда «Белаз». Гомель продолжает укреплять свои ряды в преддверии нового сезона. Российский защитник Илья Гультяев пополнил ряды «Зелено-белых». За плечами 30-летнего футболиста выступление за дубль московского «Спартака». Томь, Уфу, Нефтехимик, Енисей, Тосна, Тамбов и Армянский Бананс. Соглашение с Ильей Гультяевым рассчитано на один год. Кстати, завтра «Зелено-белые» проведут первый домашний спарринг. На стадионе с «Дюшор-8» Гомель сыграет с жидковическим «ЮАСом». Начало в 15.00. Столица ВРЗ. Такова афиша центрального матча 17-го тура чемпионата Белоруссии по мини-футболу высшей лиги. Поединок минчан и гомельских вагоностроителей пройдет в воскресенье в столице. Гомельская «Быче» в субботу ждет в гости «Щучин». Матч пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 14.00. Светлогорский ЦКК свой матч 17-го тура проведет в среду 20 февраля в гостях у Гродненского УВД «Динамо». Сборная Гомельской области заняла третье место в общекомандном зачете первенства Белоруссии по легкой атлетике. В Бресте состязались юноши и девушки 2004-2005 годов рождения. В числе лучших спортсменов соревнования представительница нашего региона Анна Шпак. Спортсменка показала самые быстрые секунды в забегах на полторы и три тысячи метров. Юношей быстрее всех 1500 метров преодолел наш Вячеслав Макеев. Гомельские атлеты первенствовали и в секторе для прыжков в шестом. У девушек победила Анастасия Ясько, у юношей Александр Марфушкин. Еще одно золото завоевано в спортивной ходьбе. Мария Тимошкина выиграла заход на 3000 метров. Кроме того, в активе команды Гомельской области три серебряные и шесть бронзовых наград. В общем зачете победили хозяева сборная Брестского региона на втором месте – могилевчане. В Гомеле завершилось первенство страны по спортивной акробатике среди юниоров. Участие в турнире приняли более сотни спортсменов. Гомельчане на домашних состязаниях выступили триумфально. Награды завоеваны во всех пяти видах программы. Причем в трех воспитанники с дюшер номер четыре взяли золото. Победителем первенства стала смешанная пара Илья Фоменков и Виктория Охотникова. Олег Михалевич и Максим Маркевич не заметили конкурентов в мужских парных состязаниях. Золотым стало и выступление мужского квартета в составе Савелия Осипова, Алексея Менкова, Игоря Колбасова и Матвея Пранкевича. Кроме того, в хозяйской медальной копилке бронза и серебро. Алиса Качан и Алиса Никитина стали вторыми в соревнованиях женских пар. Тройка в составе Арины Пономаренко, Ксении Литвинова и Ксении Конючко выиграла бронзу. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.